Да, скажу я вам, давненько я не видел Серёга Дебальского таким взнервлённым. Добрый вечер, уважаемые! Слушаете вы своё радио? Программа «Живые» с 8 до 10 по будням. Каждый божий будний вечер, пять раз в неделю, в этой студии появляются музыканты. Музыканты разные, разноформатные, как принято говорить, хотя слово «формат» я терпеть не могу, потому как у музыки всего два формата, хорошая и не музыка вовсе. Ну и сегодня, я думаю, знакомство очень будет любопытное для многих. Если вы слушаете программу «Живые» в постоянном режиме, то для вас будет откровение. А те, кто внимательно слушает ротацию, в которой представлено три, пока только три произведения этого чудного коллектива, получат удовольствие, я думаю, вдвойне. У нас есть добрые, сложившиеся за годы традиции, когда музыканты, приходящие сюда, сначала играют что-либо, а потом мы уже с ними знакомимся, поимённо представляемся. Ну и, понятное дело, начинается наша неспешная беседа. Поэтому, не отступая от традиций, собственно, «Живой звук», как всегда, в программе «Живые». Серёжа, тебя зовут. Не обращай, пожалуйста, на меня внимания. Обращай внимание на них. Я уж не знаю, почему так сегодня Нервин Дебальский, видимо, хочет сделать всё красиво. Ну, в общем, красиво-то у них и так получится. Я в этом абсолютно убеждён. Погнали? Погнали. Давайте порадуем аудиторию и сделаем музыкальную заявку. Поехали. Ну, хотелось бы уже начать что-нибудь. Вы, казачки, казачки, военные люди, военные люди, никто вас не любит. Ай, полюбила, казачка, варшавочка-бабочка. Полюбила, да, казачка, варшавочка-бабочка. Взяла его за рученику, повела в комору. Взяла его за рученику, повела в комору. А с коморы в окомнате посадила в карава. А с коморы в окомнате посадила в карава. Посадила в карава, сама стала целовать. Посадила в карава, сама стала целовать. Целовала, миловала, раздушечкой называла. Раздушечка душа моя, казач, бравый, молодой. Вы, казачки, казачки, ты военные люди, военные люди, Никто вас не любит, военные люди, да, никто вас не любит. Дай полюбила казачка, варшавочка-бабочка. Дай полюбила казачка. Дай полюбила казачка. Дай полюбила казачка. Ну, вот, собственно говоря, и есть музыкальная заявка сделана, и народ в легком, как сказать правильно, офигевении-вении, я так слава сейчас подбираю, эфирной, потому что такого рода симбиозы, они бывают редко, редко, и та самая бомба, которую мы для вас готовили сегодня в программе, я думаю, она взрослась. Она взрослась уже слегка, но дальше взрыв будет еще более серьезный, потому что эти люди знают свое дело, поговорим об этом тоже, и вы поймете, почему, собственно говоря, я к сегодняшнему эфиру отношусь с таким трепетом. Мне думается, что и вы, уважаемые, сейчас обращаетесь к аудитории своего радио, должны будете меня понять правильно. Одно из первых сообщений, которое пришло, кстати, блондинка с басом оригинально. У Techin' Band так называется этот коллектив, и сейчас будем поименно. Ребятки, говорим мы в микрофоны, которые вот эти, да, поем тудысь, а говорим судысь, подними, не стесняйся. Данилу Techin, собственно говоря, вокал, тромбон, лидер коллектива, правильно? Так точно. Зачем кричать, говори спокойно. Хорошо. Я тебе скажу так, я 10 лет прожил на Кубане, могу сказать, на тебя кубанскую форму надеть, вот абсолютно нормальный казак, абсолютно внешний казак, в чистом виде. Потом, кстати, интересно будет знать, откуда в тебе такая внешность казацкая. Виталий Горьков, вокал. Это я. Тоже казак. Да. Ну вот тоже казак, соглашайся со мной. Братцы, хотя бы раз за эфир надо к микрофону подойти поздороваться, так что вам придется, кроме барабанщика, у тебя свой микрофон. С левой стороны у тебя, да? Подожди. Каждому из вас придется выбраться со своего места, подойти к микрофону, сказать здрасте, ладно? Ладно. Не могу обойти эту даму сразу, раз уж они заговорили сразу, поднимись, пожалуйста, к микрофону. Наталья Козлова, бас. Добрый вечер. Бас. Бас, да. Бас. Почти бас. Бас-гитара этого чудного коллектива. Далее клавиша Родион Губров. Правильное ударение ставлю? Правильное. Сейчас он выберется. Ну, просто поздороваться нужно, чтобы людям отдать дань. Здравствуйте. Очень приятно для вас играть. Как нам приятно, что вы здесь сегодня для нас играете. Константин Мальгин. Гитара. Их много. Ну, бобустим. Всем добрый вечер. Вот он. Далее саксфлейта Евгений Павловцев, правильно? Павловцев. Павловцев, прости, пожалуйста, не хотел обидеть. К микрофону ближе, если можно. Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Смотри, как у него хорошо все получается. Очень чисто говорит. У меня почему-то в списке нет трубача. Вот я хотел бы узнать, как зовут трубача. Меня зовут Василий Еретин. Как? Я рад. Василий Еретин. Еретин. Все. Я рад играть для вас. Спасибо большое. Их на одного больше, чем у меня в списке оказалось. Ну, и очень важный персонаж в любом коллективе. Это ритм-секция, это барабан, это ударник производства. Он же Владимир Воротилов. Всем привет. Привет, привет. У него, собственно, микрофон. Захочет как... А, я понял. Он сразу засунул подальше. В общем, не захочет говорить сегодня. Если вдруг что-то возникнет, желание, дай мне знать, а включите микрофон. Сможем поговорить подробненько. Вот это и есть у Техинбэнд коллектив, который произвел на меня... Кто же мне принес-то? А, по-моему, Серега и принес, кстати сказать. Если я не ошибаюсь. Серега принес мне несколько записей этого коллектива. Нет, принес мне их вот тот человек, который сейчас под столом ковыряется, который нервно психовал здесь весь ваш чек. Я его таким никогда не видел. Я теперь понимаю, почему. Потому что, ну, в некотором смысле, вы его протежели радиостанции и свое радио. И он хотел, чтобы все звучало исключительно хорошо, поэтому нервничал. Сейчас он немножко успокоился. Когда он успокаивается, он ложится под стол. Вот я вижу, что сейчас его нет, он под столом. Значит, он успокоился и чувствует себя комфортно. Он нас с вами и познакомил. Спасибо ему, Сергею Дебальскому. Давайте поаплодируем звукорежиссер программы «Живые». И он, собственно говоря, занимается звуком здесь. Благодаря ему мы вас знаем. И благодаря ему во многом знает вас аудитория своего радио. Этот симбиоз, уникальный совершенно симбиоз. Мы будем обсуждать чуть позже. Вот Серега выпался. Молодец. Чуть позже будем это изучать. Будем как-то разбираться в этом. А сейчас представление было долгим. Поэтому давайте-ка, наверное, поиграем что-то еще. Закрепим, так сказать, успех. «Казачки» называют, да? Как первое называлось? Просто «Казачки» или вы как-то иначе ее называете? Композиция называется «Вы, казачки, казачки». Вот так называют. Ну, можно назвать и просто «Казачки». Хорошо. Как кому удобно. Договоримся. Значит, следующая какая будет? Следующая композиция называется «Пролегала она путь-дорожка». Ну, тоже из ротации. Да, это тоже песня из ротации своего радио. Ее тоже знают. Значит, пока ребята начали по тем, решили пробежаться по тем композициям, которые известны аудитории своего радио. Тоже, возможно, хорошо и правильно. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 — То есть ты аспирант? — Да, бывший. Хотя бывших не бывает. — Подожди, ты закончил? — Да, я... — И кто-то по профессии? — Музыкант-исполнитель, артист оркестра, артист ансамбля, преподаватель по специальности. — Сам? — Да, ансамбль. — Бля, да. — Да-да. — Вот. А когда аспирантуру заканчивал, там специальность музыкальное искусство, музыковедение. То есть я могу ещё быть музыковедом. — Это, собственно говоря, у нас есть одна тут культуровед, культуролог, теперь вот у нас ещё есть музыковед. Ну, прости-прости, ты же имеешь образование по культурологии, это Лиза, наш администратор. Данил Техин только что разговаривал, собственно, это его голос. Вы слышали? Ты собрал коллектив? — Да. — Как тебе это в голову пришло? — Мечта. Была мечта? — Коллектив, мечта, я понимаю, вот это всё соединить одно в одно. — Были факты, были вещи, которые вдохновили на это. — А что за факты, что за вещи? — Ну, во-первых, группы и команды, которые, я считаю, первооткрыватели в этом деле, наверное. Конечно, некоторые из них работали в других немножко стилях, направлениях, но около. — Те, которые работают около, я знаю, а те, которые вот такой, как вы, по-моему, нет. Если иметь в виду, опять же, форматы и жанры, жанры, которые вы для себя выбрали, такой фьюжн, да, фьюжн-джаз некий, сол, если так на это посмотреть, я не встречал ни одного коллектива в такой стилистике, работающей с русским народным текстом, с русскими народными, условно говоря, корнями. — Масса есть коллективов, работающих в каких-то близких жанрах и направлениях, но вы взорвали мне мозг, когда появились. Вот он притащил, сказал, у меня тут ребят пишут, послушай. Я послушал и понял, что всё, это бомба. Я стал как-то выискивать возможности, а у них всего три песни были записаны тогда. Всего три песни. К сожалению, большего материала не было. Это-то кому в голову? Тебе в голову пришло? Или всё-таки уже коллективное творчество? — Сначала мне пришло в голову, потом я предложил своим друзьям, и они, естественно, подключились. Как вы слышите и видите, кто-то видит. — Много народу видит, ты что? — Да. Поэтому коллективное творчество сейчас уже. Но движущая сила, без ложной скромности, честно, это, как говорят, ваш покорный слуга. — Ну, казак, он и есть казак. У тебя есть казахские корни какие-то? — Обязательно. — А ты откуда родом-то? — Сам я родился в Самаре, в Поволжье, на Волге-Матушке. Обожаю Волгу. Каждый год стараюсь. — Да, хорошая машина, я знаю. — А грустно мне надо. — А корни оренбургские, оренбургские казаки, прежде всего, и донские, нижний дом. — Вот Юля продюсер программы «Живые», она из Краснодара, «Кубанские казаки», что называется. Поэтому это, наверное, и близко нам всем вся эта история. И, наверное, поэтому так мы, вот лично мы рады, не знаю, как аудитория, я сейчас почитаю. А мы-то радуемся как, ой-ой-ой. Счастье-то какое. Очень люблю народную музыку, особенно что-то вот такое необычное. Хотелось бы этой музыке плейлист пополнить. А найдено мной в сеть всего три песни. А их всего три, у них и записано. Скажите, совсем ничего нету больше в записи? Будет ли альбомчик уже с первого дня знакомства? Умею такой вопрос. Об альбоме мы должны будем тоже поговорить немножко. Но как отыграете следующую композицию, да? И об альбоме, и о будущих ваших планах, а концерт, который вы даёте, всё это нужно будет осветить сегодня в обязательном порядке. Что дальше-то будет? Полно вам снежочки. Или просто снежочки. Пусть будут снежочки. Вот это вещь в ротации нет. Давайте будем знакомиться с новой для нас песней от Utechen Band. Как всегда, живой звук. Программа «Живые». Поехали, поехали. Полно вам снежочки на столу из земли лежать, Полно вам казаченьке горе горевать, Полно вам казаченьке горе горевать, Оставим тоску печаль в темном лесу, Оставим тоску печаль в темном лесу, Будем привыкать к альсиянской стороне, Казаки, казаченьки, не бойтесь ничего. У казака домик и чернобой у ручка, А ежина молодая, все винтовочка, Отпусти, полковник, на винтовку поглядеть, Чтоб моя винтовка чисто смазана была, И вдарит по тревоге, чтоб заряжена была. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Мы пойдем на смертный бой Служба наша, служба чужая, дальняя сторона Служба наша, служба чужая, дальняя сторона Уйменная головушка, казацкая судьба АПЛОДИСМЕНТЫ Делитесь всем, что на душе есть Группа, официальное сообщество ВКонтакте Сообщество своего радио, там тоже все просто Анонс, в анонс фотография, красивая такая черно-белая фоточка Собственно, под ней уже можно отписываться Давайте пополнять сообщество этих замечательных музыкантов Там в тексте анонса название коллектива у Тихенбэнд синенькая Значит, активная ссылка, кликая на которую вы моментально оказываете в них сообщество Пополнять его надо, группа молодая, а им нужны поклонники, им нужна фан-группа Давайте-ка мы это сделаем сейчас прямо сразу Кликнем и войдем к ним в сообщество Можно также отписываться на сайте в чате Можно отписываться в чате на планете Как туда попасть, рассказываю Можно видеть все, что в этой студии А тут, кстати, есть что смотреть, правда Есть что смотреть Для того, чтобы видеть картиночку, вы должны войти на сайт своего радио Своего радио.фм Там сверху есть плеер длинненький такой В плеере слева онлайн аудио Это чтобы слушать справа онлайн видео Чтобы смотреть, такой кружочек синенький нажимаете И вот вам счастье, вы в картинке на планете Там же, кстати, кроме картинки есть и чат В котором также можно отписываться Очень сложная музыка на любителя И не всегда воспринимается Но очень круто Я влюбился в творчество группы Пишет Кость Суворов, например Человеку достаточно было трех песен, чтобы влюбиться в ваше творчество Шикарная группа, молодцы Удавшийся музыкальный эксперимент Подобного еще не встречал Артем Смирнов написал Значит Сложнее надо партии Пишет Бонфот Ого Слишком просто Понятно Сочетаются с Волком Но слишком просто Как дискотека А мы послушаем дальше Я уверен, что будут партии посложнее Это они ваши мозги берегут Сейчас, подождите Они ничего сложного еще не запули А ведь могут запулить посложнее-то Потому что мы остановились на одном только пока что Лидере группы, которые имеют образование Давайте дальше Кто в коллективе еще имеет хорошее Но я так понимаю, что Наташа должна иметь хорошее образование Высокое Да? Наверняка же конца за плечами Нет, я училась не в консерватории Но я закончила на самом деле много учебных заведений И в данный момент я являюсь магистром Пока еще не являюсь, но скоро буду магистром вокального искусства Я думал, сейчас магистр Павлович куда станет и начнет носить Я на самом деле певица, но очень люблю еще играть на басу Ты певица? А что не даете петь-то девушке тогда? Я певица, да И я работаю в колледже культуры и искусства на отделении эстрадной пени Работаешь педагогом, что ли? Да, я преподаватель Вот коллективчик собрался А почему девочки петь не даете тогда, раз поет? Ну мы об этом тоже отдельно Спасибо Тут хорошие ребята, они замечательно делают свое дело И мне очень нравится играть эту музыку на бас-гитаре Я думаю, что скоро мы разнообразим ее и моим вокалом Но я уступаю ребятам почетное место Мне очень нравится, как они поют Ну какая вежливая Я все понимаю, молодец, умница Но хороших басистов мало, на самом деле найти сложно А еще и красивая девушка, хороший басист Да еще и преподаватель вокала Ну это редкий случай Так что с этим коллективом, мне кажется, чем дальше, тем все понятнее становится Это уникальное явление Давай дальше Виталик, ты у нас какое образование имеешь? Это второй вокалист или как называется? Не второй, один из двух вокалистов Давай так, чтобы никого не убереть Да, в нашем дуэте мы равноправны У меня образование среднеспециальное Вышку я так и не закончил Вот Не выдержал Но в колледже искусств я учился на отделении Народное хоровое отделение Народный хор Вот Ну по образованию я дирижер-хоровик Ну также артист ансамбля, преподаватель Вот Ну этим делом Мы начали Историю этого ансамбля Она еще немножко более ранней Еще до музыкантов Ну поговорим об этом тоже, почему нет? Ну вот То есть пока я услышал троих В общем пока три музыканта Которые представились так всерьез Генерал, генеральский состав Имея ввиду по своему образованию в этом коллективе Дальше посмотрим, что дальше будет развиваться Ну ты так давай уже рассказывай Ты о себе тоже, Жень Да, добрый вечер еще раз Меня зовут Евгений Павловцев Ближе к микрофону Меня зовут Евгений Павловцев Играю на хософоне Образование у меня не полное, высшее Но тоже по специальности Музыкальная школа, как обычно Классическая Фортепиано Гитара, второй инструмент Стран-джазовое отделение, училище И потом институт культуры Но там я уже не доучился Сочтя на тот момент себя слишком умным И считай недостойным это учебное заведение Для моего посещения И жизнь это подтвердила Неоднократно Это еще спорно Но тем не менее Поучиться бы еще было бы у кого И в некоторых местах хорошо бы Но у тебя педагоги кругом вокруг В коллективе Ну по выпуску из училища Я тоже педагог, исполнитель и аранжировщик Еще один генерал в коллективе, педагог Ну хоть ты-то, скажи мне дружище Иди к микрофону Хоть ты-то студент Хоть ты-то еще не генерал Да, да, да Я закончил академию не Маймонида в этом году Есть такое заведение Так И поступил как ассистент-стажер К доценту Ну, к ассистенту-стажеру Ну это студент, я студент Ассистент у доцента Ассистент у доцента, да У трубача Ассистент трубача И кем ты будешь ассистент трубача? Ну, как и все, я буду педагогом Так, еще один будущий генерал Ну я уже, уже, наверное, педагог Пока еще не готов обучать людей Потому что сам еще учусь Это слишком серьезное Скромный парень пока что Скромный Подожди, подожди Тебя не по апте, чтобы перестанет таким скромным быть Спасибо тебе большое Давай мы к Родиону Родион, будь добр Что за образование? Я, честно говоря, замер в ожидании, да? Вместе с Данилом мы учились в Мисинке Я учился на эстрадном отделении Так Он на классическом Вот Ну, собственно, чуть-чуть я поучился В аспирантуре Но я не осилил тоже Ну, в общем, Гнесенко Ну, еще один генерал, собственно говоря Чего там? Остался Константин Сейчас барабанчику подойдем Константин, гитарист коллектива Я 8 лет играл на скрипке И дальше я учился в МГТУ Мини Баумана Тоже не кисло Вообще, инженер со скрипичным образованием Тоже не кисло Вообще, нормально он подошел Знаете, как такой качок подходит Я, в общем-то Да, на скрипке играл Да Крутецкий, крутецкий Ивальди, Паганине и прочие Что, барабанчик, барабанчик говорит он еще Еще играю на барабанах, на гуслях и на ложках Ну, на ложках и я играю А вот с гуслями-то это серьезно А почему не используете? Или в этом жанре музыкальное? Это следующий этап А будет, да? Круто Круто Теперь остался вот и микрофон Он уже взял микрофон Посмотрите, молодец Владимир Добрый вечер Здравствуй, дорогой Мы здоровались уже К сожалению, не заканчивал никаких Высших учебных и средних специальных заведений Учился в школе В музыкальной школе Отдал 4 года Но все-таки учился в музыкальной школе? В музыкальной школе учился На кого учился? На балалайшников Правильно Так Ну и все, да? Да, по стечению школы Приехал в Москву Откуда? Из Волгограда Ага Ты только что бронемир был Тоже из Волгограда Ну-ну Вот и здесь Продолжаем заниматься творчеством Скромный какой Вот он пока еще о себе особо не рассказал Но уже понятно Хорошо, спасибо большое А кстати, что касается городов Явно не все москвичи, да? Или вообще никого нет? Из москвичей Есть, есть Не буду показывать пальцем Пусть сам скажет Пусть сами скажут Наши москвичи Ну давайте колеси Дорогие мои москвичи Кто у вас москвичи? Москвичи Это Саксофоний Гений, да Павловцев Ну ладно, так уж и быть я скажу Потому что они скромничают Не хотят говорить Виталий что? Виталий Голиков Так Наталья Козлова При этом у нас так это Робко подняла руку Сужалась С сожалению Скромничайте Остальные Ну Волгоград я уже услышал Услышал я уже Казацкие корни Кто еще откуда? Крикните Я из Владимира Владимир Город Березники Пермская область Пермский край теперь Да Еще была область Тогда была область А теперь край? Теперь край Все Ну и Родион? Южно-Сахалинск Нифига себе Южно-Сахалинск Кстати, там большая Между прочим Группа людей слушает Эфир Я уверен, что Могут сейчас Вскрикнуть Да Из Южно-Сахалинска Вау Наши Земели Так сказать Ну вот смотрите Как мы разобрались Немножко с географией С образованием Еще раз подчеркну Коллектив уникальный Уникальный Вот Максим Васильев Пишут Ну крутые ребята Спору нет И это чистая правда Другое дело Сколько вы существуете В этом составе И вот в этом Амплуа музыкального Коллектива Затея Это мысль Которая стала Воплощаться В реальность Где-то два года назад Если я не ошибаюсь А больше А может быть даже больше Три года Вот надо посмотреть Когда мы создали Группу ВКонтакте То есть ты даже не знаешь Я вот сейчас К сожалению не помню Нет-нет-нет Еще до создания группы У тебя были наброски Ты приносил материал Мы все это обсуждали Пробовали Ну так хотя бы Примерно То есть где-то года три Может быть даже Три с половиной Думаю Но это идея 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 А вот воплощение Реализация Это когда случилось Начали Начали где-то Наверное два года назад Примерно так Время быстро летит Начали вот Две вещи Собрали Не просто Начинался процесс Ну Вчера собрали Вот так вот Вчера собрали И вчера И вчера собрали Да вот Кстати Следующая композиция Так что Прошу Строго не судить Вчера Была Вроде как Собрана Вы вчера Вчера доделали Какую-то из композиций Которая сейчас будет звучать Как я понимаю Ну в общем группе Будем считать два года Будем считать два года Этому коллективу И здорово Что мы вас подхватили Что называется Прямо на взлете Потому что Мне кажется Что вас должны знать Все И более того Вы на мой взгляд В будущем Можете стать Достоянием Республики Что называется Потому что Ну мало кто делает Поверьте мне Программе живые Уже больше трех лет Каждый день Пять раз в неделю Побудем Сюда приходят Ну не в эту студию В разные студии То на других радиостанциях Мы тоже существовали Музыканты И огромная И огромная армия музыкантов Хочет попасть в ротацию Писем приходит Нереальное количество Я никогда До сих пор За все годы Которыми занимаюсь музыкой Которыми программирую эфир Вот этими годами Я не встречал Ничего близкого А это говорит о многом И вы удивляетесь Так смотрите на меня удивленно Ну правда Ну если сказать девушке Что она красивая Сейчас вот мне Интересна реакция Наташи Нормально Она как-то Она нормальная Ей многие об этом говорят Наверняка Она привыкла к этому А когда музыкантам Говорит что вы уникальные Они почему-то скромничают Но если нет Ничего подобного больше Приведите мне пример Ну приведи пример Обязательно это делать? Конечно Ладно Давай Тина Кузнецова Так Звента Свентона И что? Очень уважаю Очень вдохновила меня Эта команда Немножко прорекламируют Да бога ради Это же это дело полезное Разве что-то похожее Они делают? Конечно мы делаем Свою на свой Да Но Похожее Похожее Есть Точки соприкосновения Я надеюсь Но точки соприкосновения Они всюду есть И в любом случае Можно эти Я вмешаюсь Извини Данил На секунду Именно в таком варианте Да Действительно такого Нет Я не слышал Я слышал сочетание Пробное сочетание Фольклора С тяжелым роком Это пожалуйста У нас полно Да С чем-то С электроникой С электроникой Полно таких И в ротации такие С какими-то духовыми инструментами Есть Но вот именно в таком варианте Мне кажется Мы Я вам скажу так У меня в ротации В ротации своего рода 350 групп Разных 350 Представьте сколько приходится Перелопачивать Поэтому когда Чайка сказал Что такого нет Значит такого нет Все Никаких споров Быть не может Ладно Быть тому Аминь Как называется Следующее произведение Следующее произведение Называется Через садик Через вишенье Мы должны принять Что эту вещь Вы закончили Репетировать Вчера И поэтому Простим Любые Косяки Спасибо Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Утехин бэнд Запоминайте пожалуйста Это имя Они звезды Уже сейчас О будущем Погнали Через садик Через вишенье Перепелка Летела Йо-йо-йо-йо-йо-йо-ли-ли-ли-ли Перепелка Летела О, Бог тебе дал Пологейёшка За кого ты Хотела Йо-йо-йо-йо-ли-ли-ли-ли-ли За кого а а а пожел а и мимо грушки мимо дорожка а дорожка а подорожки они 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 это СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Свою сестрою, наша сестра Белакеюшка, она посидела, ой, лёли, ой, лёли, она посидела, на улице с нашим ручком она походила, ой, лёли, ой, лёли, она походила, ой, лёли, ой, лёли, ой, лёли, лёли, она посидела, на улице с нашим романом она посидела, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Особый привет участник проекта «Голос дети» Виктор Борисов! Добро пожаловать в наш канал! 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 Ну, понятно, что... Здесь все песни предков пока. Ну, я догадался, что, в общем, это люди раньше нажили несколько. Кать Котова пишет. Прилипла к экрану, как же это вкусно и прекрасно. С самого первого своего произведения зацепили. Вот сообщение, которое я искал. Эх, заслушался, ушёл в себя. Вам можно вообще всю программу отыграть без пауз. Никто не замечет, что композиции меняются. Всё слушается на одном дыхании. Завораживает. Привет вам из Туманного Альбиона. В Лондоне живёт человек, в Лондоне слушают сейчас программу. Но именно поэтому я хотел вам прочитать это сообщение, прежде чем вы сыграете следующее своё произведение. Где диск купить, спрашивает Кость Суворов. После получения зарплаты хочу диск с группой Тихимбенд. Нет у них пока что диска. Так что ищите ВКонтакте, там, скажем, где-то возможность послушать. Банальный, наверное, вопрос от Максима Васильева. Как возникла идея объединить такие разные стили музыки? Не страшно было, что не получится, что не поймут? Идея давно возникла. Да, и вообще мы работаем, в общем-то, в моих любимых стилях. Я имею в виду не традицию, а именно то, что современные стили, в которых мы играем, и в которых аранжирована, будем так говорить, традиция. И, конечно же, долго на самом деле думал, имею ли я право вообще покуситься, так сказать, на традицию, которую бережно хранили и донесли до нас предки. Вот, но ответил на этот вопрос положительно для себя. Да и правильно сделал. Еще, кстати, мы начинали этот проект с одним моим другом, вместе в Гнесинке учились. Хочу его просто вспомнить. Да уж привет передали. Привет большой Евгению Безверхому, кубанскому родовому казаку, станице Шкуренской. Вместе учились в Гнесинке, и Родион знает его прекрасно. Вот, человек очень такой горячий, энергичный, позитивный. Но пути наши разошлись. Я желаю ему удачи. Так бывает. Итак, как называется еще раз это произведение? Следующее произведение называется «Пора молодцу жениться». Очень вовремя. Неизвестно я, что все ее знают. Очень вовремя. А я думал, чего Наташа кричала на чеке «Пора молодцу жениться». О чем? А, вот о чем. Поехали. Пора молодцу жениться. Пора молодцу жениться. Пора молодцу жениться. Пора ехать со двора. Пора молодцу жениться. Пора ехать со двора. Пора ехать со двора. Пора ехать со двора. Пора ехать со двора. Отворяйте ворота. Пора ехать со двора. Отворяйте ворота. Скажем, лошади готовы, колясочка у крыльца. Колясочка да у крылечка, колясочка да у крылечка. Колясочка у крылечка, а миллионок по пути. Колясочка у крылечка, а миллионок по пути. Во пути он, во дороге. Во пути он, во дороге. Во пути он, во дороге, во матушке в Москве. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чистом поле по неволе Казак раненый лежит И над ним и вьются черные вороны То присядет, то кружит И не вьются черные вороны И над моёю головой Ой, ты, не вьются черные вороны Я казак ещё живой И над ним и вьются черные вороны Касок матери родной Ой, ой, ой Летит чарный вороны К моей жинки молодой Ты скажи, ой, скажи Чёрные вороны Что женился над рукой Ой, ой Ты скажи А скажи Чёрные вороны Что женился над рукой Острая шашка Была моя сважка Ты хранённый был дружка Я быстрая поля Была мне невеста И могила Вечный дом Острая шашка Острая шашка Субтитры подогнал «Симон» 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 технологии сейчас помогают делать кто-нибудь занимается вами ну есть хоть кто-нибудь кто бы как-то нет мы все занимаемся собой каждый сам собой ну бы наверное все таки движущая сила я говорил я да я занимаюсь активней всех наверное честно скажу так но пока в меру своих возможностей выше головы не прыгнешь вот очень стараюсь очень стараюсь и я как сам музыкант я прекрасно понимаю ребят что нужно зарабатывать кушать жить на что-то кого-то семьи уже есть вот поэтому я понимаю что нужно чтобы что-то уже было больше вот ну концерты есть так понятно а плана один один концерт был единственный в мой день рождения у меня появились возможности мне подарили финансы деньги подарили мне я на эти деньги значит договорился с клубом все пока в убыток честно скажу то есть все убыток вот и ребят отблагодарить хочется и хочется что все было красиво в то же самое время но за красоту сейчас нужно платить да понятно презентация проекта она как бы состоялся как раз на этом мероприятии мы заявили о себе так сказать чтобы появилась какая-то вот такая ниша с этим направлением ну а концерт и все остальное это все впереди опять же как мы говорили идет накопление репертуара репертуара по поводу того что коллективы могут пропасть вы знаете я бы так сказал мы не можем разориться поскольку ничего глобального такого не сделали а то что мы вкладываем чисто душевно она не не позволяет завершиться вот этому всему просто разочаровавшись в том что не хватает какого-то матери материального блага это все впереди в деньгах счастья в общем не в деньгах счастья понятно но это банальная истина что не в них счастье но и без них как-то не получается в общем для того чтобы пардон у тебя был инструмент пиджачок услуга условно в котором ты и так далее это все-таки деньги и так и так надо с этим смириться я тоже считаю что не в деньгах счастья более того я многие годы вообще к ним относился так весьма пренебрежительно потому что считал что он уже не благородно это дело думать о бабках надо делом заниматься но когда упираешься во что-то и понимаешь что на как-то же надо надо вот я бы хотел чтобы у вас все-таки были эти возможности не говоря уже о миллиардах говорят о том чтобы достаточно чтобы вы могли развиваться чтобы ваше творчество не прекратилось ни в коем случае потому что это было бы жалко потерять российская культура потеряет если вдруг вы прекратите этим занимать это правда ну это правда я нисколько не лукавлю я вообще этого не умею я ничего лучше не сказал чем сказал бы лишнее поэтому то что я сейчас говорю это эмоции эмоции я давить в себе не умею вот не получается благодарим вас от всей души я и весь наш коллектив я думаю за теплые пожелания так как а как вам не желать до теплого было бы странно значит вот что человек пишет согласен нет слов действительно это не дискотека реальная фьюжн джаз и можно шпарить по импровизации на 146 процентов очень ну вот такая вот пожалуйста вам реакция вот интересно как они эти архивы перебирают пишет юлиусова но имеется ввиду архивы предков на сознанием дела с какой-то целью крайне серьезным научным музыкальным подходом все же с образованием все или интуичат берут то что нравится что близко что просится в обработку как правда выбираете песни последнее то что было написано то что ближе сердцу душе и то что будет как-то в голове с вызревает созревает я потому что аранжировки делаю и вот что у меня вызревает что я много достаточно сейчас последнее время слушаю традиционных песен предков казачьих в основном казачьих это пласт удивительный богатейший просто удивить не для меня еще не переделали нет нет на и весь прекрасный хороший романс да замечательно вот ну поэтому вот то что созревает вызревает только вот подходит что можно что лучше и легче пойдет соединить но как я понимаю все же вы берете ну не то чтобы слово попса не то он популярные все же какие-то песни которые знает народ вот у нас кстати или есть или есть еще и аутентичное творчество вот девяносто девять процентов песен сейчас на данный момент в нашем репертуаре это все песни которые имеют реальные аутентичные корни это те песни которые до сих пор есть в записях старых исполнителей вот стариков с которых свое время было в экспедициях фольклористами записано вот и прежде чем сделать какую-то аранжировку мы слушаем изначально оригинал чтобы понять как вот оно чего и только после этого данил приносит более-менее какой-то вот скелет собранный и да и ребята уже инструментует это вот ну так как они это понимают как они это умеют делать то есть мы в этом смысле свою репту вносим они свою таким образом вот мы совмещаем два пласта но стараемся во всяком случае чтобы содержание обоих были ну максимально они все они близки не синтезированы вот если бы если бы допустим человека инопланетянина скажем да знакомили с музыкальной культурой вообще мировой и сказали бы ему что вот это так и должно быть я уверен что человек существо это если это не суть не человека не покоробило потому что все настолько здорово ложится и здорово склеивается одно с другим вот только вопрос ворон то черный не совсем тот текст изначально к которому мы привыкли это оригинальные вороны или дело в том что вариантов ворона очень много и мы привыкли что кружится надо мной да черный ворон потому что в каждом регионе будь то урал юг ну вот например конкретно казачьи земли вот средняя полоса везде есть свой ворон он звучит как правило по-разному с одним и тем же смыслом но распевается по-разному вот и поэтому действительно вариантов очень много но вы выбрали тот который как раз не самый популярный и это здорово и это здорово вот я почему этот вопрос задавал на предмет популярных или не популярных аутентичных текстов которые вы берете давайте дальше что это будет терская песни терских казаков в огорушках ковылушка в огорушках ковылушка или в огорушках ковылушка кому-ка от ударения суть не меняется эта песня терских казаков терек знаете прекрасно где да поэтому не удивляйтесь там будет сюрприз небольшой да что так ждем сюрпризы мы сейчас тоже интересно стало это не в курсе сюрприз судя по всему данил всем че сделает сюрприз как всегда живой звук в программе живые у техен бен здесь сегодня погнали по огорушках ковылушка стелется плетется у нас там и любезная любовь а 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Девица-красавица 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 Значит, лесгинка должна быть. Слушайте, я вот о чём подумал, когда вы её исполняли. Я вдруг подумал, что вы тот самый коллектив, который связывает народы, связывает культуры. Причём делает это настолько изящненько. Это вам и западный джаз, если хотите, и русский фолк, и терские напива. В данном случае речь идёт, конечно, о кавказских уже делах, о лесгинке. И всё ложится одно в одно. И никоим образом даже нет ощущения каких-то, ну, не режет ухо, короче говоря. Это, я не знаю как, как вы этого добиваетесь. То ли аржировки такие умелые, то ли, Серёж, ты, по-моему, не ту стойку ему дал. Нету? Нормально? Давай-ка поменяем стойки. Да, я пока буду разговор разговаривать, ты стойки поменяй. Она вон приготовленная стоит же уже. Или так можно. Ребятки, вот что... Три, по-моему, вещи осталось ещё раз. Три. В общем, да. Да, три. Надо это тоже иметь в виду. Вот что мне хотелось бы сейчас немножечко поактивнее, скажем, проговорить. С одной стороны, понятно, что вы делаете то, что нравится. То, что вам близко, и то, что коллектив объединяет. Столько людей, и все люди любят то, что делается в вашей программе. А если мы говорим... Понятно, что мы денег уже касались. Но если мы говорим о продвижении дальнейшем, если мы говорим о какой-то дальнейшей перспективе, то вы же понимаете, что это, ну, мягко скажем, не особо коммерческая музыка. Но это не попса же, это же не опа-цопа, тра-та-тай. Ну, есть у вас девушка красивая в коллективе, но вряд ли она в трусах по сцене бегать будет, как у нас принято. — Зря вы так думаете. — Ой-ой-ой! Вот это да! Вот это я не знаю! — Господа Козлова, я вас за язык не тянул сейчас, между прочим. — Родион, Родион, следи, следи, Родион. Мужчина в доме хозяина. — Я-то имел в виду следующее. Я имел в виду, что попса, она так и так, продюсерские проекты, они зарабатывают бабки. Больше ничего. Там, в общем, мало кто вкладывает какие-то смыслы особые глубокие. И там мало кто заботится о чем-то другом, кроме как прибыль финансовая. И те, кто занимается музыкой серьезной, я сейчас говорю и о роке, в том числе, да, люди, которые делают то, что им близко по духу и то, что им нравится, они уже уходят сознательно в некий андеграунд, понимая, что это денег не принесет. Вы играете, получается, под андеграундную музыку, в моем понимании. Вы играете то, что никто другой не делает. Ну, фолк далеко не всем нравится, фьюжн далеко не всем и джаз нравится. Вы соединяете вот как-то два совершенно уникальных жанра, которые не являются фановыми для аудитории. В один. Делаете это великолепно. Я в ауте, извините. Мы здесь все растеклись, и часть людей, которых вы не видите, там в редакторской сидят, тоже растеклись уже и по столам, и по стенкам. Получаем огромное удовольствие. И масса людей, слушающих эфир сегодня тоже. Но вы же не можете не отдавать себе отчета, что у этого в ближайшие, как раньше было, пятилетку, как минимум, нет финансовой перспективы. Что дальше? Работать, работать и еще раз работать. То есть это вас не смущает? Нет. И это вас не пугает? Нет. Мне нравятся эти слова. Я надеюсь, что все, все поддержат. Будем работать и будем стараться находить какие-то средства. Либо я буду находить какие-то средства. Куда тебе верится? Ну, а может быть, я верю в Бога, и Господь все увидит, что это хорошо, как знаешь, сотворил Господь, да, и вижу, что это хорошо. Вот. И может быть, Господь поможет и сведет с каким-то человеком, либо, может быть, кто-то заинтересует. Иди добавляй к микрофону тогда. Иди сюда, добавляй. Я много лет хочу выразить глубочайшую благодарность Андрею Ковалеву и его гениальной базе «Пилигрим». На ней состоялось знакомство с Женей, с Сергеем Дебальским, с Константином Ольгиным. И когда Даниил снова собирал эту группу, я ему сказал, ты, главное, приди на «Пилигрим». То есть Андрей Ковалев сделал бесплатную базу, это наш второй дом, вот, и благодаря ему очень много тоже случилось. Ну, так тогда бы Андрею Ковалеву... Это правда, все мы познакомились именно на этой базе. Тогда бы обратиться уже к меценату, то есть Ковалеву, я просто знаю тоже хорошо, насколько у него велики финансовые возможности. Тогда бы он уже мог, и занявшись вами, понимая, что вы можете стать бомбой абсолютной, продюсировать. Сейчас мы обращаемся к нему, он же слушает эфир, я думаю, надеюсь. Хотелось бы, чтобы кроме базы бесплатной, кстати, ему за это огромная благодарность, потому что эта база, и она не одна у него, если я правильно помню, не одна бесплатная база, он делает много для музыки, в том числе и для своей. Но так или иначе, когда есть что-то, что оригинальнее всего... Вот как бы поступил... Короткая история, короткая история. Есть такая группа, называется «Хунхурту». Это группа «Горлового пения», да? Группа, известная во всем мире, к вам и России. В России тоже известная. Теперь, да, но мы занимаемся их продвижением в том числе. Дело в том, что когда-то давно-давно они приехали в Лондон записываться в студии, и тот звукорежиссер, продюсер, который ими занимался, он пытался что-то из них вырулить, типа уже известных тогда фолковых мировых звезд. Вот, зашел Стинг, ну так, забежал в студию Стинг, у них это принято в Лондоне, Стинги забегают во все студии, послушал и говорит, слушай, ты что же делаешь-то? У тебя в руках бомба, а ты из этого хочешь сделать новогодний фейерверк, что-то пушилку, вот пукалку, что ли? Оставь как есть, не трогай их. У них и так все прекрасно. Вот с тех пор Хоан Хорту катается по штатам чуть ли не весь год, по всем штатам. А потом приезжает к себе на родину, понятное дело, что не в Москву, отдыхают и снова катаются по Европам и по штатам. Так вот к чему я. Если есть что-то, ну западные-то точно знают, на чем заработать можно. Товарищ Ковалев, на этих парнях и прекрасной девушке можно заработать. Надо только вложиться, надо только дать им возможность засветиться. Сюда-то они пришли, слава богу, бесплатно, мы за эти денег не берем. Мы сами готовы приплачивать, были бы деньги за то, чтобы хорошие музыканты тут играли. А куда-то там пропихнуть, как говорят, на всякие телеканалы и так далее. Глядишь, у этих ребят возникнет огромнейшая перспектива, потому что их узнают. Ну, почему Ковалева бы об этом не попросить? Тем более, если он будет понимать, что это вернет ему затраты. Он же бизнесмен. Я хотел бы еще добавить из благодарности огромное бесконечное спасибо ребятам из группы «Зверобой». Те, которые каждый день нас видят, поддерживают, и мы благодаря им можем заниматься, репетировать и приходить на эту прекрасную базу. И от них идет бесконечная поддержка как временем, как своим трудом и хлебом-солью. Спасибо им огромное, каждому. Ну да, «Зверобой» мы тоже очень любим, ребята замечательные. Наш технический директор, он же директор группы «Зверобой» Сергей Ичменев. Вон он там за стенкой сидит. Так что здесь все свои собрались. Да, вам благодарность всем. Это отдельная тема после эфира. Нальешь после эфира. Давайте дальше пить, что это будет? Следующая композиция называется «Как по морю». Она тоже в ротации своего радио? Да, она есть. Она есть. Поехали. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня утехин бэнд. Погнали. Ай, как по морю было. Поехали. По морю. Ушкую. Морю сиене. Морю сиене. Морю. Ай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Поехали. 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 что он робко немножко так, когда приволок мне флешку с вашей музыкой, сказал, ну вот, может, послушаешь? Да, я сказал, ну давай, послушаю. В итоге я послушал и понял, что это совершенная бомба. И, соответственно, когда услышала Юля, она решила, что в программе «Живые» это звучать должно. В общем, мы сошлись в одном. Все. Вы прекрасны. Дай вам Бог. Дальше. Развиваться, расти. Товарищ Ковалев, вы меня слышите? Расти и завоевать как можно больше пространства вокруг себя, потому как вы должны быть известны всей стране. Мы за это будем ратовать и аудио, подкасты, видео. Все это мы зальем, естественно, в интернет. Все это будет состоянием общественности. Сейчас уже, в общем-то, особо сказать вам мне нечего в ответ. Времени нет, но я знаю, что вы мне благодарны. Благодарны. Бесконечно. Подождите, подождите, мы не успеем. Завтра в программе «Живые» группа «День восьмой». Вы сегодня заканчиваете чем? Как раз о нашей стране говорили, о матушке России. Песня так и называется «Россия». Ой, да ты Россия. Всем спасибо. До завтра. Утехин бэнд пока еще здесь. Мы пока еще наслаждаемся их музыкой. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok